Здравствуйте! Вопросом сегодняшней нашей с вами встречи является обмен опытом того, как в ходе онлайн взаимодействия можно решать любые самые сложные вопросы, возникающие в нашей работе. Лилия Равилина Туктарова любезно разрешила представить фрагмент того, как могут решаться вопросы, возникающие в онлайн обучении. У нее возник вопрос, связанный с доступом в электронную библиотечную систему. Я не буду сейчас рассказывать суть ее заявки. Хочу обратить внимание, что когда она написала свой вопрос, я в это время отвечал другому участнику нашего образовательного процесса. Через 20 секунд ожидания система автоматически уведомила ее, что я нахожусь рядом, но не могу моментально ей ответить. Не прошло и минуты, как я увидел ее сообщение, прочитал и в первую очередь отправил ей приветствие. С помощью шаблона, который введен в моей системе, этот шаблон автоматически подставил ее фамилию и имя отчество в приветствие. И дальше я задавал ей уточняющие вопросы. И вот мы видим протокол этой переписки. В ходе этой переписки вопрос был решен. И в конце, как вы видите, я обращаюсь к ней за разрешением опубликовать в учебном нашем ролике ее персональные данные. Она любезно согласилась, даже разрешила указать, что она работает в Самарском государственном экономическом университете на должности доцента кафедры экономики промышленности. Причем можно обратить внимание, что я имею возможность определять местонахождение коллеги с помощью этой системы онлайн-консультирования. Как же проходит использование этой системы онлайн-консультирования на сайте? Эта система установлена на нескольких моих сайтах, что позволяет мне одновременно оказывать помощь студентам, преподавателям и сотрудникам. Например, здесь имеется такой бейджик, вкладка, кликнув по которой, можно связаться со мной, как с онлайн-консультантом. Чтобы ее скрыть, имеется знак «Свернуть». Следующий сайт, тут и та же самая вкладочка. Обратите внимание, что если вот эта вкладочка вам мешает, достаточно нажать вот по этому символу «Свернуть». В этом случае вы будете наблюдать бейджик вот такого небольшого размера, который находится на любой вашей странице и который вы всегда можете раскрыть и приступить к общению со мной, с вашим онлайн-консультантом. Можно обратить внимание, что регистрация, то есть указание ваших персональных данных в этом чате может быть на основе учетной записи в социальной сети Facebook или Google. Например, вот так. Вы кликаете по ярлычку Facebook, и автоматически ваше имя и электронный адрес вставляются в этот онлайн-чат. Это очень удобно в ходе общения обращаться по имени-отчеству. Обязательным условием общения с онлайн-консультантом является, как вы поняли, представление, указание имени-отчества и почтового адреса. Если у вас нет учетной записи в Facebook или Google, вы просто указываете свое имя-отчество, желательно и фамилию. Например, адрес электронной почты важен, нужен для того, чтобы направлять вам ответы, если я, как онлайн-консультант, нахожусь в офлайне. Для примера я укажу такой. После этого вы сможете отправлять свое сообщение, свой вопрос, который у вас возник на сайте. Например, написав свой вопрос, нажимаете на кнопочку «Начать чат». Моментально в панели управления онлайн-сервисом появляется сообщение, и я могу вам в реальном времени оказывать помощь. Обратим внимание, как автоматически, с помощью шаблона, я, как оператор этой системы, могу вводить шаблонные ответы. Вот появляется уведомление, что вам поступило одно новое сообщение, одновременно прозвучал звуковой сигнал на вашем компьютере, и вот ответ вы видите. Далее логика становится понятной, можно получать информацию, консультацию. Тем, кто занимается управлением образовательным процессом, я хочу обратить внимание на возможность введения истории, протокол всех переписок, встроенный сервис аналитики, который показывает результативность работы онлайн-консультанта. В данном случае мы видим, что ни одного чата мной не было пропущено, и на все вопросы, которые поступили от посетителей сайта, были даны ответы достаточно быстро. Всего доброго!